Сегодняшний выпуск мы посвятим дочери первого президента Чехословацкой республики Алице Масариковой. Она была старшей дочерью Томыша Гаррига Масарика и родилась в 1879 году в Вене, а когда ей было три года, семья переехала в Прагу. Училась Алице в гимназии Минерва, первой женской гимназии в Центральной Европе. Выпускной экзамен издавала в академической гимназии в Праге, в которой на тот момент учились только мальчики. Через год после окончания гимназии Алице поступает на медицинский факультет Карлова университета, следуя своей детской мечте лечить людей. На курсе она была единственной девушкой. К сожалению, через год учебу пришлось оставить, мешала близорукость. Алице переводится на философский факультет, где изучает философию, социологию и историю. Оканчивает его в 1903 году и становится четвертой женщиной в Чехии, получившей докторскую степень. Учебу она продолжила в университетах Берлина, Лейпцига и Чикаго, где изучала работу социальных служб в Америке. Вернувшись в Чехию в 1906 году, Алице активно выступала с лекциями и докладами, занималась поиском средств для детских домов и женщин, оказавшихся в трудном положении. Она стала инициатором создания социологической секции при ассоциации женщин. Члены секции посещали неблагополучные семьи, учили детей, следили за соблюдением правил о запрете детского труда. В 1915-16 годах австро-венгерская полиция преследовала Масарикову и в конце концов арестовала ее по политическим мотивам. Связано это было с заграничной деятельностью ее отца. Благодаря вмешательству американских властей ее выпустили из тюрьмы в 1916 году, запретив преподавать в школах и лицеях. Единственным средством заработка были частные уроки английского. Ситуация изменилась в 1918 году, когда Томаш Гарик Масарик стал президентом Чехословакии. Однако вместо светской жизни Алица еще глубже погрузилась в решение социальных проблем своей страны. Она вступила в социал-демократическую партию и стала одной из немногих женщин-членов парламента. В 1919 году Масарикова инициирует возникновение Чехословакского отделения Международного Красного Креста. Работу в Красном Кресте она ставила на первое место, отказавшись от политической карьеры и уступив в свое кресло в парламенте. С 1919 по 1938 года Масарикова была первым председателем Чехословакского Красного Креста. Алица Масарикова заложила традицию отмечения Пасхального мира, позднее превратившегося во Всемирный день Красного Креста, который отмечается 8 мая. «Мир – это не покой, мир – это деятельность», – подчеркивала Масарикова и сама притворяла в жизнь свой девиз. После смерти своей матери в 1923 году Алица Масарикова фактически стала первой дамой государства. В конце 1939 года она уезжает в США, где и проведет весь период Второй мировой войны, вернувшись на родину в 1945 году. После переворота 1948 года на место председателя Красного Креста была посажена Марта Готвальдова. Масарикова устранили от деятельности и лишили влияния. Вскоре она была вынуждена мигрировать, а с 1950 года жила в США, где и умерла в 1966 году. В 1994 году по инициативе Красного Креста урна с ее прахом была перевезена в Чехию и захоронена в семейной могиле Масариков в Ланах.